Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке. В авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Бужилова Александра Петровна, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, директор научно-исследовательского института и Музея антропологии имени Анучина Московского государственного университета, заведующая кафедрой антропологии биологического факультета МГУ по совместительству сотрудник группы физической антропологии отдела теории и методики Института археологии РАН. Александра Бужилова – автор более 200 научных работ, в том числе 7 монографий. Она разработала и внедрила оригинальный подход использования данных антропологии как источника археологических реконструкций, так называемая «История повседневности», что нашло отражение монографии «Homo sapiens. История болезни». Этот труд был награжден премией Президиума Российской Академии Наук по программе «Выдающиеся ученые, молодые доктора и кандидаты». Александра Бужилова занимается исследованием в области палеоантропологии и палеодемографии. Основные работы посвящены проблемам палеоэкологии и адаптации, исследованию болезней древних людей, биоархеологической реконструкции и палеогенетики. Александра Бужилова в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Новые методы медико-биологических исследований подняли на новый уровень медицины, в частности, искусство врачевания, но они также нашли свое применение в исследованиях, которые, на первый взгляд, могут показаться имеющими исключительно познавательные цели. Есть яркие примеры этого. Например, номер один. Недавно было показано сочетанием молекулярно-генетических методов с компьютерной томографией, что юный фараон Тутанхамон умер вовсе даже не от малярии, не от яда, как предполагалось, на падение с лошади, а от сирповидно-клеточной анемии. Другой пример. Тоже об этом много говорили, потому что не одна, а несколько мумий древнеегипетских показали, что в Древнем Египте люди имели атеросклероз. И это не такое уж отвлеченное знание, оно имеет отношение к нашей жизни. По крайней мере, оно ставит под сомнение представление о том, что современная диета, современный рацион человека однозначно связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Получается, что все не так однозначно, и не только в нашем времени дело. Ну и, наконец, относительно недавно на севере Англии археологи нашли свидетельство того, что сифилис существовал в Европе задолго до возвращения Колумба из Америки. И сегодня мы поговорим о том, что действительно история этой болезни, она в восточном полушарии, не только в Европе, но вообще еще шире в Старом Свете, она имела место в другие времена. Тоже обо всем по порядку. Тема нашей сегодняшней программы – палеопатология. Пожалуйста, Санкт-Петроновна. Спасибо. Несколько слов, собственно, о палеопатологии, для того, чтобы было понятно, какие возможности и какие ограничения у этой науки. По сути, это наука, которая изучает болезни древних людей. И помимо очевидного любопытства, что же было в далеком прошлом, чем болели люди, от чего они умирали, мне кажется, что здесь есть и очень важный аспект, который позволяет медикам и теоретикам от медицины и антропологии понимать патологические процессы, которые свойственны в целом человеку как биологическому виду. И, безусловно, это становится полезным и важным для построения модели лечения современных болезней, для понимания собственной биологической истории этих заболеваний. Поэтому палеопатология, с одной стороны, это такая увлекательная и, казалось бы, легкая наука для восприятия гуманитарьев, в первую очередь, и, собственно, людей далеких от науки. Но, с другой стороны, это, безусловно, наука со всем своим арсеналом средств. Например, если мы посмотрим на источники, которые используют палеоантропологи и палеопатологи, то, по сути, здесь весь информационный арсенал, который может быть задействован для оценки аспектов палеопатологии. Во-первых, то, о чем мы уже говорили, это мумии, мумифицированные ткани, в первую очередь, мумии из Египта, ну и, конечно же, мумии, которые существуют и на севере Европы, и в Новом Свете. Это наиболее приближенные к медицине материалы, поэтому методы, которые используют палеопатологи, изучая мумии, эти методы наиболее близки современной медицине. Но наиболее распространенный источник для палеопатолога – это, собственно, скелетная система и зубные останки человека, которые являются самыми распространенными и по которым мы за долгие годы существования этой науки, она существует уже почти 200 лет, научились определять многие заболевания. И есть такой информационный арсенал, который мы используем как дополнительный источник. Это разные произведения искусств, которые были свидетелями тех, собственно, древних людей, тех древних цивилизаций, и даже более-менее современные произведения искусств, как культура, графика, живопись. И палеопатолог, в общем-то, не особенно сильно увлекается художественной стороной этого процесса, а для него, в первую очередь, это такая информация, чтобы увидеть, действительно, были ли те или иные заболевания в эпоху у того или иного класса населения. А вот картинка нижняя с красным быком, она о чем-то говорит? Это, по сути, скорее, украшение нашего слайда. Она говорит о том, что люди занимались охотой на крупного рогатого скота, о том, что они занимались рыболовством, и чтобы все это было успешным, как вот здесь вот у нас представлено внизу, проводились разного рода обряды. Я не рискнула показывать какую-то другую наскальную живопись, хотя есть похожие свидетельства, говорящие о том, что помимо, собственно, охоты и каких-то традиций, безусловно, были и врачевания. Но вот не на таких древних источниках, которые мы видим здесь. Методы исследования, в особенности в последние годы, достаточно современные. Вы уже о них говорили. Мы к ним привыкаем, и они становятся более-менее распространенными. Я говорю, в первую очередь, о 3D-технологиях, о компьютерной томографии, о палео-ДНК. Но, по сути, весь этот набор методов, он традиционен для биологов, для антропологов и, безусловно, для медиков в первую очередь. Однако существуют ограничения, которые связаны в первую очередь с сохранностью материала, который мы изучаем. Даже современный арсенал средств, которые существуют у медицины, и человек, которого изучают, исследуют и пытаются поставить ему правильный диагноз, не всегда обречены на успех. А если перед нами ограничена информация, в частности, костная система и зубная система, то вы понимаете уже само по себе это ограничение, потому что какую-то часть заболеваний мы просто не в состоянии исследовать, потому что у нас нет источников. Нет мягких тканей? Да, нет мягких тканей, нет жидкой среды, мы не можем получить клинические анализы. Надо кровь, да. Да, поэтому это огромное отличие, и порой диагностика одних и тех же заболеваний на палеоматериалах и у современного человека происходит совершенно разным путем. У нас совершенно другие таксономические ценные признаки, на которые мы опираемся для того, чтобы поставить диагноз. Вторая очень важная вещь, что не все заболевания оставляют следы на этой костной системе, и даже не все сохраняется на мунифицированных тканях. И, соответственно, мы пытаемся найти какие-то способы, которые тоже отличают нашу науку от современной медицины. Мы опираемся на генетику, мы опираемся на анализ белковой фракции, и поэтому, в общем-то, мне кажется, что это такая самостоятельная наука, которая имеет свою школу и свои вещи. Но что все-таки, в принципе, возможно сделать? По сути, вот этот перечень заболеваний, который мы здесь видим, он, на первый взгляд, мало отличается от того перечня заболеваний, которые сегодня диагностируют в современной медицине. Но, однако, в каждом из этих пунктов есть ограничения по числу возможных заболеваний, которые мы можем определить. Поэтому наука у нас отдельная, самостоятельная, и этому учат в университетах, как правило, на биологических факультетах, либо на медицинских факультетах. Наши кафедры, наши специализации существуют там и там. В общем, палеопатологический подход, который отличает нас от медицинского подхода, это еще и та необходимость, где мы востребованы. Мы востребованы, в первую очередь, в антропологических дисциплинах, то есть в науках о человеке, и в археологических дисциплинах, то есть там, где мы можем помочь археологам добыть новую информацию, изучая непосредственные костные останки людей, которые проживали в ту или иную эпоху. Поэтому у нас есть такой свод методов, такой подход, когда мы изучаем специальные индикаторы или, как мы говорим, маркеры физиологического стресса для того, чтобы у взрослых людей определить истории, сюжеты каких-то заболеваний, каких-то ростовых задержек в период, когда они были детьми и подростками. Такой возможности у современных медиков нет. Они могут опросить пациента, и пациент может что-то вспомнить, что-то не вспомнить. А у нас фактически данные на руках, когда изучая останки взрослого человека, мы можем рассказать, как он жил и как он развивался. Во-вторых, это выявление. И где он жил даже. И где он жил, да, безусловно. Вот у вас Мария Всеволодовна как раз об этом и рассказывала в одной из передач, это очень важно, и мы можем по останкам человека реконструировать климат, в котором он обитал питание, еду, которую он употреблял, и, безусловно, опосредованно определять ту среду, в которой он обитал. Следующий пункт – это выявление некоторых системных хронических заболеваний, то есть тех заболеваний, которые могут оставить изменения на костной системе или зубной системе человека. Как правило, медики никогда так пристально это не исследуют, потому что у них есть целый арсенал средств, в частности клиническая диагностика, которым позволяет быстро и достаточно безошибочно ставить диагноз. У нас это такой вот сложный, детективный метод, который нас и отличает. И выявление инфекционных заболеваний. В основном это паразитарные и бактериальные заболевания. По сути, из вирусных заболеваний я могу назвать, наверное, пожалуй, только полиомилит, который оставляет морфологические свидетельства. А в остальном, конечно, мы ловить это не можем. Ну и анализ травм, травматические повреждения как раз чаще всего и оставляют следы на скелетной системе. И вот у нас здесь на слайде можно увидеть как раз зажившую травму носа у этого индивида. И, в общем-то, этот анализ травм мы используем даже не по сути определения вида травм, а для реконструкции, как мы говорим, индекса агрессивности общества, который изучают археологи и палеоантропологи. И из всего этого вытекает, что мы можем рассказать, как историю жизни одного человека, то есть такой индивидуальный уровень исследования. И это иногда крайне важно для археологов и антропологов. Но и, безусловно, изучая некую выборку, некую группу, мы переходим на популяционный уровень исследования, что делает нашу науку тоже весьма актуальной в гуманитарных науках. Каков протокол, каков алгоритм исследования? Для нас очень важно оценить, насколько информация будет достоверна в нашей диагностике, в нашем дальнейшем исследовании. Поэтому первое, что мы делаем, мы оцениваем сохранность этого скелета, если мы изучаем скелетную систему. Для нас очень важно оценить пол, потому что в диагностике пол играет особую роль, и возраст, потому что некоторые заболевания ограничены возрастом. Поэтому вот эти три кита – это основа, это первичный протокол для палеопатолога. И вот здесь вы видите образец, собственно, на столе выложен в анатомическом порядке скелет. И протокол фиксации этого скелета, какие кости существуют, какие кости отсутствуют. И, соответственно, зубы, пол и возраст. Как происходит дифференциальная диагностика? Вот пример. Это останки ребенка 10-12 лет из Таганского могильника, это Воронежская область, раннее средневековье. И мы в первую очередь оцениваем сохранность скелета. Мы видим, что почти все позвонки у этого ребенка присутствуют. Присутствуют черепы, трубчатые кости, и в основном отсутствуют кисти стопы и ребра этого человека. То есть то, что не закрашено, говорит о том, что, к сожалению, эти фрагменты скелета не сохранились. И дальше мы обращаем внимание на какие-то деструкции, на какие-то аномалии. Вот здесь в области грудных позвонков и поясничного позвонка очевидные нарушения нормы развития позвоночника. Но мы можем говорить о причинах смерти этого ребенка, и в данном случае они вполне очевидны. Это результат очень трагичный, результат разных травм, которые несовместимы с жизнью. Мы видим три удара на сохранившихся ребрах, три колющих удара в грудную область, в область сердца. Мы видим колющий удар в область живота, на одной из тазовых костей есть свидетельство. Мы видим два разрушения, связанных с предсмертным разрушением, перемортом, как мы говорим по-латыни, проникающих в ранение черепа. Безусловно, весь этот комплекс говорит о том, что ребенок трагически погиб и не выжил. Но на его позвоночнике есть некие свидетельства, что у него не совсем морфологически правильно развивался скелет. Поэтому мы можем предположить некую инфекцию, бактериальную инфекцию. По опыту наших предыдущих работ и наших коллег-палеопатологов, мы знаем, что это может быть связано либо с детским туберкулезом, либо с бруцеллезом. Но вот эти изменения, которые мы видели прежде, и на которые я опять показываю, обращаю ваше внимание, могут быть связаны с механическим страгнированием скелета человека, который этот синдром Шойермана или болезнь Шойермана, который очень часто бывает, например, у современных бейсболистов, которые могут резко и очень сильно развернуть тело. И вследствие, особенно у молодых индивидов, защемления мягких тел, желтого тела на позвоночнике, происходят такие вот травмы. В общем-то, в результате мы с вами видим, что мы идем через три заболевания. К дифференциальной диагностике мы видим, что есть зажившая травма плечевой косточки. Это все у того же ребенка? Это все у этого же ребенка. Мы смотрим с вами все у одного ребенка, пытаемся поставить ему диагноз. Вот есть нормально развитые кости и есть правая кость, у которой явно заживший перелом. Тут идет смещение в нижней части плеча, в области локтя, который тоже может быть результатом именно инфекции, потому что очень часто в результате инфекции кости ослабевают, и локтевой сустав может, как и плечевой, страдать тоже от туберкулеза. Таким образом, у нас с вами есть несколько причин для того, чтобы поставить некий диагноз. И это могут быть как отдельные заболевания, так и как переход к какой-то определенной болезни. И чтобы все-таки доказать, что у нас у этого ребенка присутствовала при жизни инфекция, туберкулез или бруцеллез, мы должны провести еще и дополнительно анализ палео-ДНК на выявление этого агента. Потому что в данном случае недостаточно свидетельств, потому что вот это атипичные формы туберкулеза морфологические, которые не могут быть точным свидетельством того, что ребенок болел туберкулезом. Единственное, о чем мы можем с вами точно сказать, это те названные причины смерти, о том, что он перенес в своей жизни травму, которая не очень удачно зажила, и о том, что у него была еще травма позвоночника, которая идентифицируется как синдром Шойермана. Но, к сожалению, пока еще анализы ДНК мы не провели. И когда мы завершим это исследование, то, возможно, помимо травм, помимо причин смерти, мы еще сможем говорить о том, что в детстве этот ребенок еще и болел хронической инфекцией специфической. Сегодня я бы хотела показать вам, как мы работаем в содружестве с археологами, и как используемые нами сведения, полученные нами сведения по различным заболеваниям, позволяют усложнить и делать наиболее яркой, наиболее достоверной картинку образа жизни тех или иных людей. Я решила сегодня вам показать пример изучения, ограниченной целым государством, Хазарским Каганатом. Это раннесредневековое государство, которое обитало на территории большей частью современной Воронежской области, но немножечко расширенной. Мы с вами сейчас посмотрим карту. Вот она ограничена этой территорией. Соседями была Киевская Русь, Северный Кавказ, безусловно. Здесь у притоков Волги жили кочевники. Через море находились территории Византийской империи. И Хазарский Каганат очень активно сотрудничал со всеми своими соседями. И, безусловно, такое расположение между важными государствами шло только на пользу этому объединению. Объединение было федеральное, потому что оно объединяло своей властью несколько этнических групп. И, по сути, здесь очень важно отметить то, что Хазарский Каганат располагался в двух таких зонах лесостепной части и степной части, которая способствовала развитию очень важных для экономики страны направлений, как отгонное скотоводство и земледелие. Там очень хорошие, замечательные черноземные земли. И поскольку Каганат еще находился на пересечении с некоторыми ответвлениями Викого-Шелкового пути, то это государство еще и занималось торговлей. Таким образом, по историческим свидетельствам, по данным археологии, мы можем сказать, что это население занималось и отгонным скотоводством, разводило сады, виноградники, собирало мед, занималось рыболовством. Но вот на сегодняшний день, посмотрите, как выглядят эти земли. Это такая эрозия земель, начало которой, возможно, положили кочевники раннего и средневековья. Мне бы хотелось сказать еще об одной особенности Хазарского Каганата, о том, что свои границы они укрепляли специальными крепостями. Крепости были каменные, были выстроены по лучшим фортификационным законам того времени. И в этом принимали участие византийские специалисты. На то у нас очень много свидетельств не только исторического характера, но и археологи, сравнивая крепости Византии и Хазарского Каганата, говорят, что безусловно, это все было выстроено в одном стиле, в одном жанре. Это очень интересно, они приглашали их или это очень интересно? Да, считается, что они приглашали, тем более, что многие исторические свидетельства подтверждают эту идею, что специалистов приглашали, их работа оплачивалась, но использовался местный камень, белый камень, и, собственно, вот эти все крепости были такого белого цвета. Мы с вами видим внизу развалины Маятской крепости, и сегодня, насколько я знаю, существует такой музей под открытым небом, и любой желающий может приехать. Это Воронежская, да? Это Воронежская область, и посмотреть остатки этой крепости. К сожалению, план верхней крепости Саркела фактически уже не существует. Это затопленная область раскопочной экспедиции послевоенного времени, но материал был собран очень хорошо, и поэтому до сих пор археологи его используют и изучают. Если говорить о Великом Шелковом Пути, то, безусловно, вот та серединочка, вот тут, где мы находились, вот это прохождение по центру и такая связь Европы и Азии, вот эта промежуточная часть Хазарского коконата была очень важной, и по историческим свидетельствам мы знаем, что государство не облагало налогом, собственно, тех, кто проходил через Хазарский коконат. То есть здесь были очень такие, как сейчас бы сказали, благоприятные условия для развития экономики. Поэтому у государства, у этого молодого государства, было очень много возможностей для своего развития, но, к сожалению, просуществовало оно недолго. Мы знаем, что возникло оно где-то в начале VIII века, в конце VII века, и в начале уже X века его практически уже не стало. Ну, так бывает, цивилизации возникают, и цивилизации пропадают. В археологии эта цивилизация, эта культура носит название Салтово-Маяцкая культура по названию двух памятников, которые первыми были раскопаны и которые отразили историю этого государства. Немножечко о тех антропологических сериях, которые были проанализированы нами и Дмитрием Герасимовичем Рохлиным много лет назад, для того, чтобы оценить, насколько вот эти благоприятные условия жизни отразились на здоровье этих людей. Мы исследовали шесть истилологических серий. В общей численности это 700 человек, где-то 28-30% из них это дети и подростки, то есть большая часть это взрослые люди. И очень интересно, что мы видим, что часть поселения это такая как бы северная часть, и вот центральная часть, которая изучалась Рохлиным. Дмитрий Герасимович Рохлиным — это основатель палеопатологии в отечественной науке, ленинградский специалист, рентгенолог, основатель рентгеновского метода в нашей стране, который очень много сотрудничал с археологами, поэтому им было много чего сделано. И мое сравнительное исследование оказалось возможным, потому что Дмитрий Герасимович опубликовал фактически индивидуальную историю каждого исследованного им скелета. Поэтому вот он изучил где-то 250-280 скелетов, я чуть больше, но это все сопоставимые данные, потому что в одном методе выполнены и при одинаковом отношении. Второй очень важный момент, если говорить о социальном расслоении в этом государстве, то из изученных нами серий мы можем разделить их на людей, которые проживали в этих укрепленных крепостях, это третья и шестая группа, людей, которые занимались обычным сельским хозяйством, то ли были кочевниками, занимавшимися скотоводом, разведением скота, то ли садоводами виноградарами. И пятая группа, это очень интересная группа, это небольшая по численности серия, но абсолютно точно относящаяся к истории, связанной с караван-сараями, то есть с теми торговцами, о которых я уже говорила. Вот красным у нас здесь отмечаются сельские жители. Давайте посмотрим, что можно увидеть у сельских жителей. Традиционно вы обращаете внимание, что было у меня в наличии, что я могла бы изучить, и, собственно говоря, какие патологии я заметила. Вот на одной из тазовых костей есть абсолютно четкие следы так называемого холодного абсцесса, то есть очень длительного воспалительного процесса, связанного с какой-то инфекцией. Традиционно методом рентгена и локализацией этой патологии мы можем предположить, что это последствия легочного туберкулеза. Такие случаи даже встречаются в современной практике при нелеченном туберкулезе. Это молодой человек, молодой мужчина, и, по сути, это наиболее четко диагностируемый случай туберкулеза, который мы видим в сельской группе Хазарского коконата. Вот здесь есть свидетельство о воспалении в области крестца, но они не такие типичные. Вот тазовая кость неоднозначно говорит об этом. В этой же группе есть молодая женщина, у которой есть следы воспалительного процесса, однако они не такие четкие, не такие очевидные. Вот они здесь видны на рентгене, видна эта каверна с посмертными разрушениями, поэтому мы не очень можем твердо говорить об этом диагнозе. И вот это все сейчас ждет очередь для подтверждения методами палеогенетики. Но, тем не менее, вот эти два человека у нас свидетели того, возможного присутствия туберкулеза в сельских группах Хазарского коконата. Что же мы видим в караван-сарае? Вот у женщины зрелого, как мы говорим, возраста, то есть старше 35 лет, есть, по мнению Дмитрия Герасимовича Рохлина, инфекционный коксид. То есть это не просто разрушение головки бедренной кости и, соответственно, сочленение стазовой костью, а это, возможно, следствием именно инфекционного процесса и разрушение вследствие инфекции морфологии костной структуры. Дмитрий Герасимович очень много занимался сравнительным анализом морфологических проявлений на живых людях туберкулеза, в частности, изменением суставов крупных. Поэтому его анализ на вот таких фрагментарных частях мне кажется достаточно обоснованным, потому что вот существует большой сравнительный ряд того опыта жизненного, который есть у этого специалиста. Тоже диагностика Дмитрия Герасимовича Рохлина связана с тем, что есть типичные области, где поражаются туберкулезом крупные суставы, в частности, это голеностоп, вот мы видим здесь на рентгенограмме разрушение, коленный сустав, локтевой сустав. Но все это люди достаточно зрелого возраста, старше 35 лет, но с хроническим проявлением заболевания, то есть если они и заболели туберкулезом, то гораздо раньше, когда они были очень молодыми. По сути, получается, что мы с вами фиксируем возможный туберкулез в сельской местности и у тех людей, специальностью которых была торговля и длительные переходы из одного места в другое место, не очень комфортный образ жизни, возможно, не очень регулярное питание. А мы знаем, что туберкулез очень часто возникает у людей, когда они находятся в состоянии стресса. Он возникает у людей с ослабленной иммунной системой. Что же у воинов? У нас с вами появляется синий цвет, это жители крепостей. Мы не видим никаких специфических инфекций, хотя есть некие аномалии развития, например, какой-то молодой женщине на тазовых костях. Но аномалии развития присутствуют, так или иначе, в любой биологической группе. Причины этого не знают ни медики, ни тем более мы, палеопатологи, мы просто фиксируем, что это существует в группе. Часто, когда эти признаки фиксируются у людей, погребленных рядом, где-нибудь в одном части участка могильника, мы говорим о том, что это возможные родственники, которые являются носителями генотипа той или иной аномалии. Вот здесь более крупно показаны эти изменения. Они несут следы воспалительного процесса тоже. Но, к сожалению, какой-то специфической инфекции мы назвать в данном случае не можем. На рентгене мы это тоже видим. Другой случай у воинской группы, это мужчина молодого возраста, 30-39 лет. Здесь тоже идут воспалительные процессы в крупном суставе. Но, опять-таки, специфику этого определить крайне сложно. Поэтому мы просто фиксируем воспалительный процесс в суставе и говорим о том, что вот в группе воинов мы отметили такой случай у молодого мужчины. Ну, что же есть еще в караван-сарае, связанные с другими инфекциями, возможно, специфического рода? Можно секундочку, все-таки мы не будем отвлекаться от туберкулеза? Вот эту часть туберкулезную давайте завершим. Вы сказали, что и у сельских жителей, и в караван-сарае это несколько противоречит моему стереотипу. О том, что туберкулез, по крайней мере, в древние времена, он пришел от скотоводов и попал в другие популяции. Здесь как-то все очень быстро так вот перенеслось. Противоречий тут нет? Вот то, что они в разных группах? Я не вижу противоречий, потому что, безусловно, торговцы общались и контактировали со всеми. И вполне они могли. И поэтому в ослабленном состоянии своего здоровья они могли быть инфицированы. Тем более, что в последнее время мы уже не так уверены в том, что история человеческого туберкулеза это более поздняя история, чем история туберкулеза животного. В частности, бычьей формы туберкулеза. Многие генетики сейчас настаивают и говорят о том, что, скорее всего, у человека самая древняя форма возбудителя. Именно изучая филогенетику, собственно, этих бактерий. Самой бактерии, самого возбудителя туберкулеза. Поэтому в данном случае, мне кажется, то, что мы увидели, безусловно, в сельской местности туберкулез, это, возможно, некий смешанный тип уже, и, возможно, и занозные формы. Это мы сможем выявить только, когда получим палеогенетическую картину. А что касается появления, возможного появления этого заболевания у торговцев, мне кажется, что это вполне объяснимо и логично. То есть торгует, это не обязательно процветающий купец на диване, который... Я вижу его, скорее, таким воином, который испытывает огромные лишения и агрессию не только со стороны среды, но и со стороны, собственно, человеческого общества. Он должен защищать свои товары. Поэтому стрессов ему хватает, и некомфортный образ жизни вполне может способствовать, когда молодые люди заболевают и переносят это заболевание. Тем более тогда не было возможности лечить это заболевание. Поэтому если оно проявлялось, то в какой-то такой слабой степени развития или, наоборот, в острой форме, все зависело от состояния здоровья этих людей, это заболевание развивалось. Ну вот в караван-сарае мы видим свидетельство, благодаря анализу Дмитрия Герасича Рохлина, другого специфического заболевания. Это такие, в общем-то, характерные поражения на большеберцовых костях. Это так называемые переоститы, вот здесь они отмечены. И такие сабельные формы утолщения кортикальной ткани, которые у нас, у палеопатологов, считаются свидетельством того, что, скорее всего, человек болел сифилисом. Это такая третичная форма сифилиса. К сожалению, не очень много иллюстраций оставил Дмитрий Герасимович, вы видите, не очень хорошего качества, но его морфологическое описание говорит о том, что в группе из караван-сарая примерно 9% людей был носителем метритичного сифилиса. Если говорить о том, что какую-то часть мы с вами не можем из этих 300 людей проанализировать, потому что они могли нести признаки сифилиса только на мягких тканях, то, безусловно, людей, больных сифилисом в этой серии, должно быть гораздо больше. То есть, если бы они были живыми, я думаю, что это было бы не 9%, а, по крайней мере, в 2-3 раза больше. Поэтому я бы сказала, что у жителей караван-сарая была эпидемия сифилиса, если так можно выразиться. Во всяком случае, это очень большая численность для такой маленькой группы. Мы видим с вами специфические черты, о которых я уже сказала, о переостите на большеберцовых костях, о изменении суставов. И помимо мужчин, здесь еще и одна женщина болеет этим заболеванием. Поэтому, в общем-то, мое предположение о том, что это заболевание было распространено у жителей караван-сарая, мне кажется, вполне очевидным. Давайте посмотрим еще на одну возможность, которая нам позволяет оценить, как по-разному болеют люди из разных социальных частей этого общества. Ну вот сельские группы. Мы здесь смотрим с вами локализацию патологии на разных участках скелета. Сельские группы у нас выделены красным цветом, воины и всадники синим цветом, и жители караван-сарая с зеленым цветом. Во-первых, все три профиля абсолютно разные. Можно даже не вчитываться и не смотреть, что и какие нарушения мы встречаем в каждой из этих трех группах. Мы видим, что они абсолютно все разные. При том, что средний возраст, распределение полувозрастное в этих группах практически одинаковое. Даже число детей, которые погибли и были захоронены в этих могильниках, оно тоже примерно одинаковое, оно колеблется вокруг цифры 28-30%. И поэтому вот такое прямое сопоставление, оно вполне корректно. Мы с вами видим, что у сельских жителей наиболее часто поражаются суставы локтевые. И я думаю, что это неудивительно, хотя по возрастной оценке мы знаем, что в первую очередь стареют суставы коленные, затем локтевые. Но в данном случае мы видим, что в этой сельской группе очень страдают локтевые суставы. Я думаю, что каждый из нас что-то там копал на даче и прекрасно помнит свою нагрузку на поясницу, на локти, потому что очень часто мы вынуждены что-то вытягивать, где-то копать, что-то там укоренять, что-то выдирать. И вот эти вот нагрузки на средний пояс, пояс конечностей, они вполне характерны для сельских жителей. А поскольку мы знаем из исторических источников, что это были садоводы, виноградари, то такая нагрузка, которая фактически фиксируется у этих жителей, для нас становится совершенно очевидной. Второй очень любопытный момент – это поражение тазокрестцового отдела у воинов и всадников. Мы проводили специальные исследования, когда у нас было достаточно археологических и исторических свидетельств, что перед нами скелеты воинов-всадников. И очень часто мы обращали внимание, что именно в тазокрестцовой области происходят морфологические изменения, которые направлены на некую адаптацию, закрепление поясничной области и по сути позвоночного столба. Потому что когда человек очень много времени проводит в таком необычном для биологического вида хомо сапиенс положении… Так еще, наверное, с доспехами. Да еще, ну я не думаю, что было очень много доспехов, но тем не менее тяжелые вещи и даже тяжелое оружие, которое они таскали на себе, это все тоже утяжеляло и вынуждало выпрямлять позвоночник и вот как раз тазокрестцовой области его закреплять. То есть очень многие связки осифицируются и окостеневают, и таким образом это становится более-менее таким монолитным. Вот это часто мы видели у воинов-всадников именно из этой группы, которая располагалась в крепостях Хазарского каганата. Второй очень любопытный момент – это голеностопные суставы. Вот здесь тоже они выделяются и нигде в других группах мы не видим. Более того, это не просто какие-то нарушения, связанные с физической нагрузкой. Очень часто именно в области голеностопов мы фиксируем и травмы или последствия, зажившие травмы. Мне представляется, что это связано с неудачным спрыгиванием с лошади, или когда лошадь не очень послушная, и такое тоже может быть, и вырывает ногу из стремян. То есть бывают разные ситуации, и именно у всадников это является зоной риска. Поэтому здесь мы можем, посмотрев на эту картину, сразу предположить, что у этих всадников были стремяна, мы знаем, что у некоторых кочевников их не было, и у этих кочевников мы не фиксируем такое число травм, как мы видим здесь на примере воинов Хазарского каганата. Поэтому вот такой вот специфический профиль является достаточно красноречивым, и здесь мы подтверждаем для археологов, что то население, которое они изучают и изучали, исследуя крепости, это именно те воины, о которых мы говорили. И, безусловно, группа из караван-сарая, где нет выраженного нарушения какого-либо сустава, но есть специфическая инфекция, в данном случае это сифилис, которая говорит о случайных контактах и о бесконечных путешествиях этого населения. Если же говорить еще об одной группе, помните, у нас там на первых слайдах была группа, связанная с травмами, то травмы тоже здесь разделяют это население, и в первую очередь наибольшее число заживших травм мы видим у воинов, и, конечно же, у мужской части населения. И, как правило, именно зажившие травмы у мужской части населения, а не зажившие травмы у женской части населения. То есть у женской части населения травм меньше, И, как правило, они бывают либо фатального характера, то есть отражают некие агрессивные сюжеты, связанные, может быть, с захватами той или иной территории. А вот у мужчин это зажившие, которые тоже нам говорят о том, что это профессионалы, которые умели ограждать себя, то есть эти травмы были не слишком фатальными для них, и то, что население умело лечить их. В общем-то, у меня всё. Спасибо большое. Будем ждать результатов генетического анализа. Это очень информативно будет. Будет очень важно и интересно узнать, потому что сейчас по филогене и туберкулезу мы можем рассказать о многом, не только о том, какого характера это заболевание, человеческая форма или форма, связанная с птичей или с бычьей формой, но мы можем говорить и о территории, потому что туберкулез имеет азиатскую форму и европейскую форму. Поэтому это будет крайне важно выяснить. Это будет, да, очень интересно. Спасибо большое. Спасибо. В этом постскриптуме я хотела поговорить с вами не об исследованиях, собственно, научных, не об их результатах, а поговорить о злободневном. Хотела спросить вас, какое место занимает, возьмём широко, палеонтология, не только палеопатология, палеоантропология, антропология вообще в научной картине России сегодня? Я не говорю в научной картине мира, потому что, по моим представлениям, наша отечественная область, палеонтология, антропология, она держит планку. Чего стоят хотя бы недавние алтайские исследования, замечательные книги наших антропологов, палеонтологов и ваши, в том числе, и Марины Бутовской. Ну, в общем, можно назвать ещё имена. Ну, я могу судить вопрос, например, до вашего журнала, который издаётся в серии «Антропология», «Вестник МГУ», поскольку проходящие сейчас преобразования, организационные в нашей науке, наша реформа, они очень ужесточают условия выживания, и в частности, таких вот направлений научных, которые, на первый взгляд, кажутся совершенно неважными, как это раньше говорили, для народного хозяйства. Да, вопрос очень насущный, даже не знаю, с чего начать. Давайте попробуем поговорить сначала об образовательной части. Мне очень жаль, что антропология, как именно физическая антропология, то есть биологическая часть антропологии, которая традиционно в нашей стране изучалась в Московском государственном университете, и мы готовили специалистов на биологическом факультете, на кафедре антропологии, и, собственно, выпускники этого факультета получали диплом как специалисты-антропологии. То есть эта специальность была легализована, и она существовала. К сожалению, с реформой образования это не какая-то вина биологического факультета Московского университета, это требование времени, когда мы все укропняем, и все наши специальности укропняются. Теперь у нас нет специалистов-антропологов. У нас есть выпускник Московского университета по специальности общая биология и экология. И, в общем-то, по сути, на первый взгляд кажется, что выпускники даже выигрывают, имея такую широкую специальность. Но, с другой стороны, все-таки они проходят и получают свое образование по кафедре антропологии. Поэтому, почему мы должны исключать это из реестра специальности, и стыдливо умалчивать, мне кажется, странным и необоснованным. А в список ВАК вошел у вас журнал? Сейчас это все в стадии обсуждения. Как вы понимаете, появилась только первая часть этого списка, и мы не знаем, чем вся эта история закончится, как и многие другие журналы не знают своей судьбы, потому что наш журнал был восстановлен относительно недавно, и поэтому мы не входим в систему Scopus или какую-нибудь другую систему, более престижную, там, Web of Science. И, следовательно, у нас нет этой охранной грамоты, поэтому мы должны доказывать необходимое существование такого журнала. Если же подходить с критериями того, что это некая узкая наука, то, наверное, этот журнал следует закрыть. А где публиковаться? Если же говорить о том, что это не совсем биология, это не медицина, а это антропология, это такая междисциплинарная область, которая необходима нам, в первую очередь, для понимания очень многих и важных процессов развития цивилизации и развития биологического вида Homo sapiens, то, мне кажется, сведение на нет такой специальности в нашей стране, это чудовищно несправедливо и неправильно. В то время как в каждом зарубежном университете существуют не кафедры, а факультеты антропологии, которые объединяют и исторические направления, и лингвистические направления, и биологические направления по этой большой специальности. Ну, вообще, руководители этих кафедр — это звезды науки, чьи имена известны. Безусловно. Безусловно, это очень важные факультеты, и каждый университет гордится тем, что их возглавляют очень нужные и важные люди. И второй очень важный момент, опять-таки, на примере наших зарубежных коллег, что почти в каждом музее естественной истории существуют разделы, связанные с антропологией. У нас в стране очень мало таких музеев, которые могли бы похвастаться антропологическими разделами. Безусловно, это Дарвиновский музей, Тимирязевский музей. У нас в Московском университете есть антропологический музей для студентов и школьников. Мы принимаем в этот музей, они приходят и слушают наши лекции, и смотрят наши экспонаты. Но вот такого распространенного, системного антропологического образования, увы, не происходит. Хотя я помню, что буквально 5-7 лет назад каждая гуманитарная специальность имела в своем арсенале образовательном курс лекций по антропологии. То есть каждый психолог обязан был прослушать этот курс лекций. Каждый историк должен был прослушать этот курс лекций. Это было крайне важно для их развития и понимания, что есть человек, какие возможности, и кого они изучают. Потому что изучать исторические процессы, психологическую динамику без понимания самого объекта, это крайне неразумно. Вообще история цивилизации, мы знаем блестящие литературные примеры, того же Кларка, того же Джареда Даймонда, как цивилизация формировалась в связи с этой наукой. Какое влияние оказали инфекционные заболевания на развитие целых цивилизаций. Безусловно. Это очень важное и интересное направление. Вообще на ходу исторических событий. У нас очень часто журналисты любят приводить пример того, как много людей погибло от инфлюенции или от гриппа, как его тогда еще не называли. Такая армия Наполеона от дизентерии, есть такая версия. Да, и армия Наполеона от дизентерии, действительно, это было огромное погибшее число людей, которые пережили уже русскую кампанию, но за пределами России погибали от этой инфекции. То есть кто-то что-то об этом говорит, но вот как системную науку, по крайней мере в нашей стране, я вижу, что она разрушается. Поэтому мне... Скажите, а гранты есть шанс выиграть? Безусловно. Я посмотрела специально список специальностей Российского научного фонда, там есть лазейка биологии, науки, жизни. Лазейка. Это в Российском... В РФФИ. Нет, нет. В Российском научном фонде это совсем маленькая лазейка, я бы ее даже лазейкой не назвала, потому что антропологу попасть туда крайне сложно, потому что среди биологических дисциплин мы меркнем, потому что мы, кажется, достаточно архаичны по набору своих методов, а вот среди гуманитарных наук наши задачи кажутся очень биологическими. Поэтому, с одной стороны, вроде бы мы междисциплинарная наука, с другой стороны, это нас губит, потому что мы не можем найти свои полочки. В условиях ограниченных средств и жесткой конкуренции. Но, тем не менее, в РФФИ существует секция наука о человеке, и там у нас есть свое направление, но если говорить о числе поддерживаемых грантов, то это примерно 10-15 грантов в год на всю Российскую Федерацию. А антропологи существуют сейчас, к счастью, не только в Москве и Санкт-Петербурге, они существуют и в других российских городах. В школе Деревянка, например. И развиваются в том же Новосибирске, безусловно, и в Тюмени, и в Томске, и в Омске, и в Екатеринбурге. У нас сейчас поднимаются и развиваются роскошные школы антропологии, поэтому убивать вот это все, закрывая как узкую науку, мне кажется, это неправильно. Я очень надеюсь, что наш журнал останется в числе ВАК, и наш диссертационный совет при Московском университете по специальности физическая антропология тоже останется, и ничего не случится, потому что мы понимаем, что если будет закрыт журнал, то уже закрыт, по сути, специальный диплом специалитета, то дальше следующие этапы закрытия, собственно, и ученой степени по этой специальности. Мне кажется, что это абсолютно неверно, потому что на сегодняшний день, когда мы возвращаемся к основам науки, к тому философскому подходу, когда нам надо объединять свои усилия для того, чтобы решать крупную и серьезную задачу, то есть к междисциплинарному уровню мы стремимся. Антропология может стать как раз такой объединительной наукой в системе наука-человеки, от психологии до медицины, и, на мой взгляд, важность этой науки совершенно очевидна. Давайте будем надеяться на благоприятный исход. Будем надеяться, я оптимиста. Всего доброго. Спасибо.